всем привет друзья печальная новость пришла вчера умер сергей борисович кузнецов я думаю что все кто близко знал кузя все знают что он не очень любил когда его называли по имени и все близкие друзья все его называли просто кузя хотелось бы немного вспомнить рассказать про этого человека но вспомнить для тех кто его знал хоть как-то и рассказать немножко о нем для тех кто не имел возможности с ним общаться и знать его как-то не не побоистого слова повезло с кузи я познакомился ярик спасибо тебе большое благодаря тебе познакомился с кузи я примерно году где-то в 2004 или 2005 и пусть мы ни разу не виделись лично не сложилось сожалению один раз когда уже ехал минск где был кузя моего друга ему срочно пришлось уехать и буквально за два часа до моего прибытия узел ехал оренбург у него там что-то случилось срочно нужно было выехать раньше к сожалению так и не смог пожать руку этому замечательному человеку но расскажу немножко о нем вообще человек очень открытый был и последние годы он тяжело болел и старался избегать и журналистов и каких-то новых как бы знакомств хотя все равно нельзя сказать что он закрылся полностью при желании мог с ним принципе пообщаться любой а в те годы когда мы познакомились он вообще был открыт для любых предложений в частности начали общаться на по музыке были у нас была у нас тогда своя команда мы сделали песенку старый бездомный пёс для как бы трибюта ласково мая и узел очень понравилось она разместила тогда на своем сайте там что-то около 50 тысяч было скачивание вот потом была у меня идея сделать рокерский такой трибют ведь на песне ласково мая кузя это поддержал с радостью тоже с ну так с энтузиазмом воспринял эту идею как бы но тогда уже были были уже тогда у них постоянно но больше они были скажем так в не очень хороших отношениях чем хороших с андреем александровичем разиным которому на то время уже как бы принадлежали официально все права на песни ласково мая то есть это трибют рокерский мог только одобрить разин в принципе кузя тогда как бы он был за он сказал давай связывайся с разиным объясняем и все но почему-то тогда вот не знаю не поднялась рука набрать номер телефона андрея александровича хотя бы у меня его номерку задал и как-то она все это идея наша зависла к сожалению хотя думаю было бы довольно прикольно потому что многих мы собственно и сами рокеры которые выросли изначально на ласково мая всю жизнь его любим все равно и многие из наших друзей тоже причем даже такие банки и металлисты очень-очень многие делали песни в разных стилях тяжелых в том числе на песню юра шапунова выходила это все на песни кузнецова вернее который исполнял шапунов вот потом общение у нас было еще с была тема одна когда мы помогали ребенку одному одесскому привет лёшка если слушаешь мальчик болел нужно было трансплантация костного мозга иначе он умер и это все было очень сложно это стоило очень дорого нужно было собирать деньги ну поскольку мы узко известные в узких кругах а у кузи уже на то время был кстати на то время у него сайт активнее посещался и как-то больше был больше там было очень посетители много было это был где-то год 2006 2007 очень много людей было на сайте и кузя тоже обратился с этой идеей говорю кузя могут помогать пытаемся там нужно было собрать собрать больше ста тысяч евро чтобы трансплантацию сделать найти донора костного мозга и так далее понятно что это деньги большие особенно на то время были и мы как бы особо помочь не могли чем могли помогали как бы но тут я подумал почему не обратиться к кузе и кузя с радостью поддержал он разместил баннеры мальчику на сбор средств тоже я думаю что очень многие кто был тогда на сайте кузи 2006-2007 года возможно кто-то слушает часто с тех кто поучаствовал в итоге собрали мальчику эти 100 тысяч евро спасли его жизнь минске сделали пересадку косно трансмонтацию костного мозга германии нашелся донор вот и опять же кузя очень хотелось мальчиком встретиться передавал ему подарки передавал диск с инструментальной своей музыкой для выздоровления кстати этого сейчас коснусь отдельно этой темы инструментальной музыки но к сожалению тоже не получилось у нас пересечься на то время кузя часто была у минске но вот как-то там она не попадала то мы не приезжали то вот в общем повлиял понятно что не все эти 100 тысяч были собраны собирали там совершенно из разных источников какая сумма была собрана почитателями творчества кузнецова я не готов сказать но я думаю что многие поучаствовали и довольно таки кузя помог сильно тем что разместил и несколько месяцев баннеры на помощь сбоксист этому мальчику были у него на сайте кузя всегда отзывчивый был открытый он всегда помогал детям которые нуждались помощи опять же можно начинать с юры и сказать что очень многим пацанам дай бог вам здоровья тем кто сейчас вот еще до сих пор продолжает радовать своими песнями очень много команд было но я думаю кто чуть-чуть касался истории после после ласково мая те знают что у кузи было очень много проектов разных и можно без преувеличения сказать что всем этим пацанам кузя дал путевку в жизни он их поставил на ноги многие из них до сих пор выступают по клубам как бы собирают своих поклонников поют кузины песни да и самая самая печальная печальная радостная наверное радостная потому что кузя успел это сделать буквально за два дня до его смерти прошел его творческий вечер и все 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 эти таланты за много лет за последние можно сказать 30 лет пацаны которые уже повырастали все 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 там ноги участвовали представляли кузины песни на его творческом вечере еще за день до этого он посетил радиостанцию не помню в каком городе также был прямом эфире на радиостанции вместе с семеном розовым этот проект которым он занимался последнее время то есть кузя к счастью успел это сделать а так вообще конечно я думаю что большое доброе сердце этого отзывчивого искреннего потрясающего на самом деле человека я думаю что он не могло все эти месяцы смириться с тем что юра ушел если честно последние лет десять я очень сильно переживал за кузя за его здоровье потому что я знал каком состоянии так сказать тяжелом он находится и никто не ожидал конечно что юра будет первым и я думаю что это не просто все так что через несколько месяцев ушел ушел от нас и кузя ну даже знаете слово умер она произносить как-то не очень хочется потому что я уверен в том что там что-то есть и по-любому все это связано юрий было там тяжело без кузи них много было еще совместных планов совместных проектов намечалось писал кузя новые песни для юра юра и делал и все это осталось в таком зависшем состоянии думаю что там они творческий свой союз продолжат юрий было там некомфортно без кузи а кузи было здесь некомфортно без юры хоть он и как бы может быть старался как-то не думать на думал об этом он на самом деле каждую минуту он начал собирать видеоархив шатунова обращался к поклонникам чтобы присылали видео хотел сделать большой большой архив за все годы отсылал я ему несколько видосиков тоже снятых собственноручно в украине так что я думаю что там они все продолжится и мы с ними еще обязательно увидимся тоже когда будем там в ином мире поэтому слова умер как-то но не хочется даже если честно произносить вот хотелось еще немножко поговорить о том может это вообще не знал как бы кто-то знал что есть кузнецов который основатель автор всех песен но не более того ничего больше о нем не знаю хотелось бы хоть чуть-чуть рассказать вам о нем самом деле знаю очень много как бы ну хоть что-то начнем с того какой открытый был человек друзья все кто с ним хоть раз пересекался общался я думаю вы все это знаете насколько он безотказный открытый душевный даже тот период вот но много всего знаю как бы я все все не буду рассказывать как бы из разных этических соображений и так далее но в те годы так вот коротко сформулировать в те годы когда кузя мог зарабатывать во времена успеха лосква мая понятно что за один день он мог заработать несколько десятков зарплат месячных обычного советского рабочего так скажем но кузя никогда как и юра кстати как и юра никогда он этими деньгами как бы для него деньги не были чем-то вот таким вот что над ними нужно было там сидеть копить их там как-то трястись над ними думать только о деньгах нет никогда не юра не кузя об этом не думали юра абсолютно такой же вот все что сейчас рассказываю про кузи на самом деле это все можно рассказать о юре это был открытый искренне безвозмездный человек без всяких никакой звездной болезни них обоих не было и вообще и быть не молжу не могло и ко всему этому они оба относились больше с юмором наверное к своей популярности известности то есть но это все было они оставались обычными простыми людьми в те в те дни когда кузя зарабатывал скажем так большие деньги он он относился к ним просто вот просто как ну скажем так средствует чтобы купить что-то там нужно до купить какие-то инструменты там еще что-то он очень много помогал тоже людям своим там тем с кем он жил раньше то же самое дело юра кстати это касается детдомовских и просто каких-то соседей друзей знакомых то есть они что кузя что юра они просто раздавали эти деньги они совершенно не были ни в какой степени туда же слова жадные не уместно употреблять как бы потому что ну тут вообще другое даже то есть они этими деньгами не думал кузя о том что там когда-то этих денег может не стать когда-то там нужно будет покупать какие-то инструменты денег не будет то есть ничего он как бы не откладывал но может быть и к сожалению в какой-то степени в общем человек этот деньги можно даже сказать деньги и кузя это были понятия несовместимые то есть он относился к ним просто как инструменту какому-то вот сегодняшнего дня он не думал не думал что нужно их копить как-то там экономить беречь то есть реально он помогал очень многим он просто раздавал эти деньги как я думаю многие слышали про случай когда юра проходил с деньгами в интернат и ходил просто раздавал руках держать пачку денег каких-то там и спрашивал сколько тебе на 5 рублей на 5 рублей 10 на 10 вот ну потом вы знаете какие времена были сложные у юра и у кузи после распада лосква мая не буду сейчас касаться всех этих печальных тем но потом кузя главное что всегда оставался творческим человеком и всегда занимался продолжал заниматься музыкой конечно же юра его все эти годы поддерживал они общались если кто-то думает что юра много там лет не виделся нет это не так то есть там у того же малахова в передаче там кто вообще не в теме те так поняли что когда кузю позвали в студию где сидел юра многие подумали что они вообще там 10 или 20 лет не виделись нет больше одного максимум под полутора лет не было такого чтобы они не встречались не общались потому что постоянно все равно юра просматривал новые песни кузины и ну все равно не продолжали работать плюс юра помог кузе купить там оборудование которое мы необходимо было то есть полная поддержка от юры всегда была и кузя был не одинок как это многие пытаются представить плюс еще было много ребят которые были которых не побоюсь того слова вырастил можно сказать кузя дал им путевку в жизнь как я уже сказал конечно они тоже все эти года были рядом и сейчас они рядом и на похоронах юры тоже приезжали вместе с ним они помогали потому что уже довольно сложно было кузе самому отправиться на похороны юры в москву ведь ребята его поддерживали спасибо вам это большое человек очень искренне очень добрый очень открытый он он всегда спокойно он всегда одна одной волне какой-то вот спокойно и и даже когда он кто знает кузе тоже не дадутся врать мне даже когда плохое настроение кузя мог так опять же спокойным там без всякого там дикого смеха он просто мог сказать какую-то шутку легкий легенько так знаете почти незаметно и ваше настроение улучшалось и жизнь становилась лучше потому что вы получили от этого потрясающего доброго открытого человека какую-то поддержку какую-то шутку очень многих людей он я не побоюсь сказать спасал в этой жизни помогал им помогал очень серьезно кому-то помогал советом кому-то помогал финансами своими в меру возможности кому-то еще чем-то вот и я думаю что сейчас траур на самом деле очень многих людей и конечно же можно сказать без привлечения у миллионов людей потому что ласковый май песни кузнецова это это миллионов людей коснулась и юра с кузе стали родными даже у тех людей которых никогда вообще не видели не были даже на одном концерте все равно они стали родными и до самой смерти каждого из этих поклонников они останутся родными людьми в их сердце очень светлый человек очень позитивный я даже не знаю какие слова подобрать друзья все кто с ним хоть раз общался я думаю что вы все понимаете о чем я по поводу инструментальной музыки что хочется сказать тоже мало кто знал что наш наш гений добрый светлый гений наш занимался также инструментальной музыкой кузя с юностью любил очень группу space и я вот сейчас не помню точно историю как он познакомился с дидием руани но короче они общались они переписывались и когда кузя начал писать кстати в альбомах даже ласково мая во многих было по одной музыкальной композиции инструментальной от кузи я думаю что поклонники все это помнят были замечательные мелодии спасибо что и вставляли тогда хотя бы по одной в каждый почти альбом вот и инструментальной музыки у кузи довольно много это очень интересные такие где-то мелодии отдыхающие такие совсем для релакса где-то они заставляют чуть задуматься о чем-то где-то еще что-то и что интересно кузя не давал им название проект его назывался пятое измерение я не готов сказать сколько там песен я думаю что где-то к сотне может быть приближается их общее количество может быть даже и больше потому что я я их даже все не слышал вот и вот как раз в те годы какое-то был у нас седьмой год где-то вот активно он занимался инструменталка диде маруани из легендарного спейса общался с ним он слушал кузину музыку она и одобрил мне нравились эти мелодии тоже и кстати в те еще годы когда был май получается уже тогда они были знакомы и общались и первая клавиша которая расческа называется вот это с которой бегают по сцене они стоят на месте первое это вот расческа ямаха по моему она была подарена кузи ласковому маю и кузи лично именно диде маруани ее подарил думаю об этом тоже мало кто знает вот дальше по поводу этой инструменталки я сейчас точно не помню не могу не буду выдумывать потому что это все уже просто забыл было какое название города общем в клиниках в какой-то клинике точно в отделах интенсивной терапии то есть на это практически где люди лежат чуть ли не в реанимации включалась инструментальная там специально кузя подобрал диск записал с мелодиями какими-то вот именно такими вот самыми сами и врачи вот даже зафиксировали ну понятно что это некими приборами не зафиксируешь но это было чисто вот на таком от уровне как бы наблюдательном да то есть людей лежали больные тяжело и включалась эта музыка и она звучала по часу по два в день допустим и наблюдались положительные сдвиги в изменение состояния здоровья пациента в лучшую сторону об этом и главврач там свидетель был то есть это все было но как официально это не как бы невозможно было наверно зафиксировать закон додокументировать как-то но такое применялось я думаю что это не в одной больнице если бы если бы если бы кузенька мог бы рассказать нам об этом больше может кто-то кто его знает напишет комментарии все вот это вот что я как бы уже честно многое забыл из того что знал но вот это вот такой факт был друзья и но я себя вспоминаю тоже когда слушал всегда инструменталку кузину состояние такое очень было ну классно классная музыка которая реально вот исцеляла душу вот так вот я выражусь вот кузя очень любил инструментальную музыку и до песни свою он тоже любил несмотря на то что во многих интервью могли слышать о том что он заявлял там что вас пойма это было как бы ну типа вернуть все назад сделал были не сделал он часто говорю что нет не сделал бы типа это была моя ошибка и так далее это все было ну это надо понимать немножко не так не прямой это текст слышать а как бы философски относиться к тому что кузя говорил потому что конечно же конечно же это было все все песни это его детища были и конечно же конечно же они даны были ему свыше потрясающие эти тексты о природе и любви чего стоят там много хиты допустим медленно уходит осень что там у нас еще ну я сейчас я нервничаю просто щас и название не вспомню от любимой песни мои самые были они не даже не любви наверное были о природе именно и вы знаете все этих песен много исполнял юра то есть настолько тонкая связь у него была с этим миром с этой природой это человек который радовался солнышку как и многие из тех кто меня слушает я тоже думаю но я отношусь таким людям тоже то есть когда человек замечает замечает не просто какие-то материальные ценности какие-то а именно живет духовно наслаждается тем что дано нам свыше вот смотрите какая красота я сидел было светло увидели эти деревья до зеленые почти зимой в конце среди не может сказать ноября сейчас вот они стали освещаться светом они стали немножко по-другому выглядеть вот человек который это все любит который живет душой как бы в душе у него это природа и он в ней живет своей душой он это все воспринимает именно вот не каждому это дано но вот кузя был одним из таких людей и чем он мне близок тоже потому что я это все тоже в общем о песнях нужно много не говорить вы сами понимаете что песни однодневки которые проходят там год-два на максимум 10 лет они не буду сейчас никакие примеры приводить чтобы никого не обидеть многие песни эти ушли в прошлое исполнителя вот песни которые написаны кузенькой нашим любимым они не будут жить вечно потому что они актуальны всегда всегда и они влюблю душу любого человека даже совершенно разного возраста они войдут и оставят там свой след и будут понятны близки я друзья совершенно не готовился я просто силы посчитал как бы своим долгом сделать это видео может быть кто-то что-то новое узнает об этом замечательном человеке которого вы не знали возможно и я просто обязан был это сделать и поковыряться как бы немножко своих воспоминаниях вам что-то интересное рассказать и там еще видео у меня выйдет маленькая где потом был длинный телефонный звонок там я повырезал то что как бы не нужно или нельзя оставил просто как я поздравил его 6 января по моему 2011 год там поздравил его с днем рождения то есть можете услышать голос кузи тогда не было конечно еще никаких вайберов отца папа skype всегда он был открыт к общению тогда еще тогда был уже skype да ну по телефону основе звонил созвонились по телефону это видео где-то рядышком будет тоже ссылочка на него в конце появится я думаю же сбился немножко о чем я но в принципе все о том же друзья о том что ушел действительно человек человек уникальнейший человек добрейший человек да если кто-то не знал кстати вот кузя писал не только для юра две или три песни рома жуков который популярнейший был на то время я не побоюсь сказать даже что это были лучшие его песни они были тоже написаны кузнецовым и успешно они у рома жукова прошли как я сказал это одни из лучших песен были жуковом исполнены и писал он еще для кого-то не буду сейчас называть не я уже честно не помню в общем такого такого автора такого таланта от бога я не знаю и что важно очень умело вот это вот именно этот дуэт который образовался тоже это неспроста бог их свел я думаю юру и кузю и кто бы не пытался не в обиду всем кто предевал песни шатунова кто бы не пытался к сожалению так как доносил их юра так как они звучали душевно красиво юры никто передать эти песни не смог то есть да кто-то пел там более-менее лучше более-менее хуже там хорошо там отлично но но они были предназначены именно для юры и это было очевидно и я думаю что тут никто и спорить со мной не станет очень знаете жаль да кузя пытался писать книгу но не книгу это как бы повести о начале создания лосква мая слава богу что он успел записать написать но мог бы он конечно написать и рассказать гораздо больше и я вот все себя сейчас тоже вот ругайся за то что за все эти годы я мог бы сделать потому что skype какое-то интервью большое придумать интересные вопросы но скажу честно последние десять лет просто уже не хотелось как бы последние десять лет я редко звонил потому что но я знал что тяжело человеку то есть состояние у него было такое как бы не хотелось лишний раз беспокоить вот она сейчас конечно немножко жалею что можно было можно было конечно сделать большое интервью столько всего сколько мог рассказать кузя ласково мая обо всем конечно мало кто может рассказать и теперь когда юра нету тоже многое останется только в их памяти и к сожалению почитатели творчества этого всего многого интересного не узнают вот друзья что еще сказать я даже не знаю очень много хороших людей уже покинула этот мир и не знаю меня каждый раз когда уходит какой-то близкий человек не обязательно родственные близкие а близкие духовное еще как-то у меня постоянно только крепче становится чувство такое что обязательно мы еще увидимся что там по любому что то есть да но будет понятно что не будет вот так вот все как и здесь но какой-то там какая-то жизнь там есть друзья в этом почти не сомневаюсь я точно знаю что увижу я там еще всех как свой пил смерть стоит того чтобы жить наверное это правильно не стоит как бы туда спешить нужно пытаться цепляться всеми с возможными способами невозможными чтобы побыть здесь еще дамы в любом случае всегда успеем и там я думаю что нас еще ждут интересные сюрпризы и что-то там еще интересное будет и все мы там еще обязательно увидимся встретимся и пообщаемся очень хотелось бы сказать слова ну вряд ли будут смотреть конечно самые близкие кто с кузе я провел последние годы но хочется вам выразить всем соболезнования глубокие сказать выразить вам свою благодарность за то что вы помогали ему вы были с ним рядом эти годы это на самом деле людей таких можно сочетать на пальцах одной руки спасибо вам что вы его поддерживали помогали потому что не просто не просто ему было жить но его его всегда спасало творчество то есть как бы плохо все не было кузе всегда спасало творчество то есть редко проходил день как когда как бы кузя не брался за инструмент не что-то бы не писал не сводил не делал как бы его сердце рождались новые мелодии новые стихи и очень жаль что это все теперь просто осталось как бы в истории в прошлом и мы теперь это всего не увидим не услышим то же самое очень очень последние последние скажем тоже 10 лет просто юркин вкус по музыке по всему все эти аранжировки то есть для меня было настолько близко то есть с радостью настолько ждал каждый новый альбом юркин я просто не мог нарадоваться каждой песни настолько вот моем именно вкусе моем стиле все было будто вот как будто у нас вообще не было никаких разноглазий разногласий по музыке вот настолько юра красиво и четко все делал просто вот осознавать это что больше не услышим моего новых песен это просто ужасно все единственная надежда на то что аркадий и семья юры восстановят какие-то может быть напитые были то есть мы тоже юре давали целый свой диск где он мог брать любую песню и в своем стиле переделывать как бы у нас был такой легенький ракопопс одна песня понравилась аркадий юра заинтересовались это был год еще где-то две тысячи одиннадцатый наверное уже не помню точно вот вполне возможно что и наши песни где-то лежат напитые там просто как черновичок и хочется верить что даже такие черновички будут доведены до кого-то состояния презентабельности чтобы можно было их услышать потому что это теперь все бесценно просто ну и также друзья стихи кузнецова тоже да при желании вы можете найти конечно официальный сайт кузнецова почитать о том как начинался ласковый май также там все проекты кузина представлены кто вообще ничего не в курсе не знает за все эти годы чем он занимался все там есть история каждая команда лучшие песни фото и так далее что друзья спасибо всем кто дослушал и личная память этому талантовому человеку который ушел другой мир я не хочу произносить слова умер просто они с юра ушли в другой мир и буду ждать нас всех там я думаю мы с ними там потом еще увидимся я думаю что увидим плоды творчества совместного юра и кузи соболезнования конечно всем 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 также кто для кого юра был самым близким семьей всем родственникам близким людям аркадию дай бог здоровья и терпения чтобы он что-то интересное нам выдавал я думаю что он будет это делать и не ведитесь на разные провокации сейчас просто в интернете я даже не хочу это все комментировать как люди сейчас зарабатывают деньги на памяти что-то но как проводятся начиная с этих экстрасенсов в кавычках которые всего душой связываются чуть ли не ежедневно там разные бессовестные люди а по-другому не могу их назвать и заканчивая теме кто рассказывает о том что что это все было убийство что их всех убили тогда и т.д. и т.п. и наезды на аркадия и ну короче люди которые вообще не в теме сейчас просто хайпят и зарабатывают деньги на смертях на смертях этих легендарных людей этих людей эпох которые несли с собой унесли с собой реально целую эпоху эти два человека но но друзья творчество осталось и вы прямо сейчас можете включить песню кузи в исполнении юрки и можете это делать все время пока будете живы я думаю не оттуда это все видят эту любовь ощущают нашу давайте верить в то что там там будет продолжение и это дает какой-то хоть оптимизм хотя конечно на самом деле быть оптимизмом оптимистом такой ситуации очень сложно спасибо тем всем кто меня понял вечная память и спасибо спасибо кузенька спасибо юра за все что вы сделали спасибо